Потерял работу, открой свое дело. Центр занятости Новосибирской области запустил новую программу поддержки граждан. Желающим выделяют средства для старта в бизнесе. От соискателя требуется лишь идея и бизнес-план. Екатерина Стывко о том, как это работает. У-НИТ-КА. Три слова, молодец. Где у нас цифра 3? Сколько букв и звуков в слове. Мягкие они или твердые. Классический урок логопеда для малышей. Но Инна Губарева работает не только по стандартным методикам. Речь детей развивает с помощью качелей. В качестве невесомости ребенок познает пространство. Это работа мозга, работа нашего любимого мужичка. Мужичок – это движение речи. И вот работая с этими направлениями, то, что у нас располагается внутри нас, это все отражается на качестве речи. Чтобы открыть свое дело, Инна обратилась в областной центр занятости. Ее проект одобрили, выделили средства на развитие. Этой же программой воспользовались и швеи. Открыли в Бердске ателье, где женщин в декрете учат портному ремеслу. Александра Кранкина шьет пальто к весне. Сейчас готова верхняя часть. Сегодня мы раскроим подклад и еще пара занятий. Она будет готова. У Александры пять детей. Ради них и пошла на курсы. Хочет научиться шить красивую одежду. Порядка пяти занятий в неделю у нас проходит по шесть человек. Это достаточно приличное количество и мы все-таки наращиваем темпы и хотим все-таки расширяться. И опять-таки повторюсь, что выйдем на детскую аудиторию. Программа помощи безработным довольно популярна в нашем регионе, говорят в центре занятости. В прошлом году на открытие своего ИП решились около тысячи жителей. В этом уже больше двухсот. На регистрацию предпринимательской деятельности до 15 тысяч и на реализацию бизнес-проекта 82 тысяч. Эти средства даются под конкретные расходы безработного гражданина и он должен будет предоставить документы, подтверждающие расходы. Сумма хоть и небольшая по меркам бизнеса, но на нее можно купить необходимое оборудование. Александра и Олеся Максимовы подали две заявки и теперь муж занимается перетяжкой мебели, а жена – монтажом натяжных потолков. Главное приобретение предпринимателей – вот такой станок. С помощью тока высокой частоты он припаивает крепление к самому полотну натяжного потолка. Процесс занимает всего несколько секунд. Заявку можно подать в районные центры занятости. Главное – иметь бизнес-идею и огромное желание работать. Екатерина Стывко, Алексей Зубила. Новости ОТС. Корректор А.Егорова